Пожалуй, самое важное сейчас поддержать тех, кто потерял своих родных. В Петербурге родственникам погибших помогают психологи. Кто-то до сих пор не может осознать, что их родителей, детей или внуков больше нет. И не понимает, как пережить эту утрату. Горе и отчаяние. Невозможность поверить в происходящее. Счетные попытки все-таки дозвониться. А вдруг абонент появится в сети? Вдруг опоздал, не вылетел? И нет катастрофы, все живы. Первые часы самые сложные, самые страшные. Для тех, кто ждал, кто торопился в аэропорт, захватив теплые куртки, чтобы согреть таких родных и близких, возвращающихся в петербургскую осень с теплого моря. И еще вчера живых. В пятницу в 16.57 я писала смс. Что она говорила? Что все же делать? Говорю, когда дома будешь? Жена писала 14.20 завтра. Все. Больше ничего. Фотографии погибших сейчас повсюду в интернете. Кто-то успел выложить последние кадры из отпуска. Как 28-летняя Наталья Данилова под жарким египетским солнцем улыбается. Или гражданин Белоруссии Роман Серединский. Он перебрался в Петербург на заработки. Эта поездка стала поощрением от фирмы. Он никогда не летал так далеко. Елена и Александра Родины поженились год назад. Первую годовщину отправились справлять в теплую арабскую страну. И сегодня, 1 ноября, Елене исполнилось бы 35. Она звонила вчера. Мы говорили, что очень хорошо отдохнули. Была очень хорошая погода. Прислала фотографии в светленьких брючках. Оба молодые, красивые. Надо пережить это горе и надеяться на лучшее. Более 40 психологов аккуратно. Ведь сейчас самое главное не навредить. Ведут беседы. Спрашивают, что-то советуют, но больше слушают. Стараются помочь людям справиться с внезапно рухнувшей на них бедой. Не впасть в ужасы отчаяния. Ведь кто-то в одно мгновение потерял детей. Кто-то родителей. Брата или сестру. Мужа или жену. Что значит помочь? Погибших не вернуть. Но каким-то образом поддержать, помочь. Не оставить одного в беде. Это самое главное. А ведь помощь теперь приходится оказывать и своим. На борту были трое сотрудников МЧС. Как, почему, за что? 199 взрослых и 25 детей самого разного возраста. Для которых эта поездка была настоящей сказкой или подарком. Таким, как сделал замглава администрации Пскова Александр Копылов своей супруги, отметившей три дня назад день рождения. Или история семьи Шейных. Родителей и трое детей. Младшей дочке Анастасии всего три года. Их счастливое фото из салона самолета, где семья занимала целый ряд, стало поминальным. Скорбит и профессиональное сообщество по экипажу. Командир воздушного судна Валерий Немов, 48 лет. Имел более 12 тысяч часов налета. По словам коллег, очень опытный пилот. В прошлом военный. Как второй пилот Сергей Трухачев. И с ними пятеро бортпроводников. Одна из них, Валентина Марцевич, кстати, обмолвилась несколько недель назад, что собирается уйти из авиации, оставить работу стюардессы. Погибла. На родину уже готовится отправить тела пассажиров и экипажа «Эробюса А-321». В настоящий момент в Каир вылетели три борта МЧС. Группа руководителей, которые будут непосредственно на месте организовывать работы. И после этого будет принято решение о транспортировке тел непосредственно в Санкт-Петербург. Этой ночью в Петербург прибыли родные погибших из других регионов страны. География этой трагедии захватывает 13 областей. Два соседних государства – Белоруссию и Украину. И тысячи, если не десятки и сотни тысяч человеческих сердец, для которых эта катастрофа стала горем и болью.